добрый день попробуем сделать презентацию для защиты докторской диссертации мы будем делать в оверлифе оверлиф это некий веб-сервис который позволяет работать с техом не устанавливая тех на свою машину там достаточно новая всегда версия теха стоит и кроме того он позволяет работать совместно то есть несколько человек над одним проектом то есть опять же вы не ставите на машину гид и не пользуетесь репозиториями ну в общем это разработка lite вот у нас такой вот интерфейс для логина я зарегистрировался через арсит свое время но так принципе и захожу там видите есть достаточно большое количество вариантов давайте мы создадим новый проект вот хотите на русский переключимся создадим новый проект проект назовем презентейшен доктор ну вот так вот назовем ну если я подготовил файлы мы сейчас просто их загрузим и обсудим как с ними работать и все значит вот у нас папочка этого проекта у нас main файл сформировался мы что будем делать вот меню я нажал меню я хочу выбрать компилятор поменять на луа латех луа латех он лучше работает со шрифтами три тайповскими и с русским языком проверка про описание рашин у меня стоит ну вот все на самом деле достаточно нужно выйти из проекта опять зайти в него и вот на нем теперь должны примениться эти параметры вот тут у нас постоянно идет компиляция чем хорошо что у нас видно что происходит если вы бесплатный пользователь то у вас выдается определенный квант ресурсов на эту компиляцию и она может быть или медленный или на сложных проектах вообще не проходить но тогда нужно платить деньги давайте я загружу файлы который я подготовил вот тут загрузить с компьютера значит вот у меня вот в темпы я положил их вот main файл естественно он может быть любого имени ну вот main стандарта применяют и две картинки я приложил для разнообразия но вот собственно все готово сейчас мы откомпилируем посмотрим что в этом файле что и надеюсь что вы сможете его использовать для создания своей презентации компилировать нажать подождем мы делаем с помощью бимера бимер это латеховский класс для презентации я не нравится тема метрополис она достаточно модерновая выглядит модерного выглядит и в общем симпатичная скажем так вот у нас в начале идет собственно описание под подключение класса бимер тут видите одну опцию я закомментировал ее можно раскомментировать это опция когда слайды идут не 3 на 4 16 на 9 но у нас скажем доска для презентации она 16 на 9 и слайд когда идет 4 на 3 он черный полос не очень хорошо не смотрится а мы можем снять тут комментарии и все получим 16 на 9 дальше у нас подключение русского языка тут можно даже не думать это для луа латеха для луатеха так подключается даже не забивайте себе голову значит тут мы для работы с графикой и гиперссылок дальше у нас собственно идет настройка нашей темы тема метрополис и вот стандартные настройки давайте посмотрим что у нас за настройки нас настройки так у нас следующие настройки для названий рисунков таблицы так далее у нас ставятся номера мы можем убрать номера конечно значит символы навигации тут стандартно в бимере такие символы навигации вперед назад и так далее последнее время они редко применяются то есть я их убрал сексом пейдж сексом пейдж сексом пейдж прогресс бар и сапсетчик пейдж вот у нас начинается секция описывается и тут тут у ней под ней прогресс бар идет вот мы если уберем сапсетчик пейдж то вот под секции уйдут ну и соответственно секции можно убрать прогресс бар вот у нас в таком виде идет блок фил тут два состояния заполненный блок и прозрачный блок прозрачный блок никак не выделяется значит смол капсы тайтл идет смол капсами это копитель по-русски нам беринг фракшн это вот у нас вот вот этот номерация 2 из 10 это очень хорошо когда такая номерация зрители видят сколько осталось слайдов но вот это и по этой можно следить но когда у нас в таком виде то это очень приятно зрители видят сколько остается слайдов и внутренне уже радуется что скоро закончится все это на представление background light там еще dark может быть то есть на темном фоне это шрифты дальше в эту тему зашиты шрифты фира хорошие шрифты неплохие значит это вот тут тюнинг шрифтов чтобы он подцеплял их что там есть русские буквы на самом деле в данном случае он все равно выдает ошибку на это но а при компиляции локально он ошибку выдавать не будет ну вот собственно это то что вам менять особо и не нужно за исключением аспекта и может быть тут побаловаться если делать ничего это лога у нас в начале вот копыта такое сделали это логотип нашего университета вот у меня отдельный файл лежит можно отключить тогда он исчезнет титульная страница у нас в таком виде пошла дата если мы не введем пустую дату то будет сегодняшнее число и make title генерит эту страницу дальше у нас идет страница содержания вот мы содержание задаем нужно оно или нет вопрос по желанию закомментируйте оба и не будет страницы содержания а дальше собственно пошли слайды но вот для удобства мы добавляем секции и подсекции вот видите секции вверху подсекции внизу если много там хорошо ориентироваться они не входят в список нумерованных слайдов что у нас тут структура следующая начале у меня идут собственно описание предсоществующих исследований что было сделано до меня это радует все всех бонс которые сидят и слушают их можно упомянуть можно упомянуть руководителей университета и так далее видите это у меня сделано в виде блоков блок идет блок и название блока вот она и вот он так выделяется фрейм задается вот такой командой я тут задаю несколько опций значит фражиль это значит что можно использовать разные хрупкие команды алоу дисплей брикс это значит мы можем делать формулы длинные которые может могут переползать на другой слайд и алоу фрейм брикс это значит мы можем задавать разбиение слайда поскольку я этот слайд даю без разбиение я алоу фрейм брикс отключил почему если его включить то он начнет нумеровать слайды у вас первый слайд пойдет цифра 1 у нас дальше будут нумерованные слайды и фрейм тайтл это я считаю обязательная вещь для того чтобы зрители ориентировались а про что собственно сейчас идет разговор потому что когда показывается презентация зрители живут в текущей картинке в текущей странице презентации они забыли что было дальше перед этим они не знают что будет после этого что будет дальше поэтому они видят только вот эту картинку все поэтому нам нужно дать информацию исчерпывающую по этой картинке значит дальше мы пускаем как всегда цели задачи методы приложения то есть вот мы кратко описываем зачем мы собственно нашу диссертацию делаем ну тут естественно все так набросано для того чтобы забить место у вас если задач будет много у вас будет разбиение или автоматом будет разбиваться или вручную вы с помощью фреймбрейк будете разбивать страницы и у вас задачи разобьются скажем на несколько листов целей то немного задач может быть достаточно методы и подходы а вот методах вот мы как раз видим мы алоу фреймбрейк сделали и с помощью фреймбрейк вот мы разбиваем фрейм соответственно у нас появились наверху циферки 123 достаточно удобно люди понимают что это продолжение предыдущего как бы вникают лучше ну так же опять же все просто выделено в виде блоков вот приложения тут у нас можно перейти к коду в pdf и к коду в редакторе например это просто для удобства я вот тут вот скажем вот здесь вот вот перешло сюда ну и дальше идет основное содержание доклада естественно ничего и про него сказать не могу единственное я сделал пример вставку картинки вот у нас так вставляются картинки вот у нас рис 1 это как раз нумерация изображений вот так вот если без нумерации будет просто рис написано это тоже в принципе убрать можно но тут все как хотите все можно сделать и в конце пошли результаты опять же ну опять же результатов может быть много тогда мы сделаем вот так вот и пусть они результаты перегоняются под несколько страниц но когда у нас но третье у нас единичка папа и появилась ну и вот еще в конце давайте я покажу вот этот аспект изменения можно сделать control с нажал компиляцию можно сделать два варианта презентации на один размер на второй размер просто контролировать чтобы не вылезала на широкой доске лучше вот 16 на 9 показывать смотрится лучше как бы уважение тем кто смотрит вот 16 на 9 вариант и соответственно pdf вы можете скачать давайте его скачать в тмп сохранить мы посмотрим вот 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 ваш pdf формула набиваются как в тэхе ничего особенного нету то есть вот тут как раз никаких проблем поэтому я формула приводить не стал ну типа и так понятно что с ними делать значит вот тут открыть доступ вы добавляете пользователей как соавторов и вот два варианта могут чтение могут править и открываете им доступ в результате несколько человек два три человека но посылать им ссылку или им по почте приходит эта ссылка несколько человек могут править один и тот же файл ну в принципе вот достаточно простые вещи вы в принципе уловили основные мысли можете заполнять своими данными и делать достаточно оперативно презентацию для вашей диссертации не переборщите со страницами ориентируйтесь что у вас одна страничка где-то на минуту соответственно у вас доклад будет ну не перегибайте палку 25 40 минут ну не делайте 100 страниц спасибо